Всем привет, с вами Натбар и вы смотрите девятую серию игры с Reviving the Aftermath. В прошлой серии, на самом деле, прошлая серия была стримом, очень длинным, ну на мой взгляд, по крайней мере. Из-за него мы успели прям вообще много-много всего, открыл я новые дорожки, новые дома, электричество, госпиталь и так далее. В принципе, все ветки по, скажем, по безопасности, все ветки по колонне, нет, по производству все ветки мы открыли. Все полностью электричество, почти полностью целиком колонию открыли, им по пище, по-моему, ничего не открывали. Сейчас у меня есть в запасе немного науки, мы все еще набираем, кто стрим пропустил, я настоятельно рекомендую вам его посмотреть, потому что реально очень много всего было на нем сделано. Сейчас же я ожидаю магнитную бурю, до катастрофы один день я построил себе вот такую вот аккумуляторную батарею, но она ничего не накапливает, потому что у нас выработка электричества нулевая. Ну, имеется в виду баланс энергетический, вот тут можно посмотреть, хранение ноль, поэтому я сейчас делаю ход конем, я отключу одну постройку, и у меня будет теперь накапливаться немножечко энергии вот таким вот нехитрым образом. В принципе, это же не обязательная постройка, вот эта вот экологическая станция, а жрет она очень много всего. А госпиталь я оставлю работать, пока что мне только две постройки требуют электричества, по-моему, школа требует? Нет, школа не требует. Да, я еще и школу поставил. Ко мне присоединилось больше колонистов, я поставил больше зданий, открыл такие вот деревца прикольные, сделал памятник. Много всего крутого было на стриме, реально рекомендую посмотреть. Еды, запас очень большой, к тому же вроде бы он не убирается у нас во время именно магнитной бури, насколько я помню, проблем с этим нет. Но во время магнитной бури что будет? У нас полностью отключится электроэнергия, и у нас будут, скажем так, страдать здания, которые требуют этой электроэнергии. Электроэнергии это экологическая станция, и это полевой госпиталь, самые такие постройки, которые нужны. Так, давайте поговорим. Пара ваших колонистов заметили, что в глубоком ущелье, я окей, разрешите им, у меня госпиталь есть. Здежда, детали, отлично повезло, и специалисты готовы к работе. У меня много специалистов отхиливается, а некоторые идут сейчас в сторону науки, чтобы ее собрать. Вот тут у меня наука осталась, по-моему, да. 259 штук, я сейчас туда направляюсь. Мы, кстати, определили на стриме формулу, по которой исчисляются очки науки, которые можно собрать за один раз. Формула это 60 плюс х умножить на 30, где х это вот этот вот коэффициент по сбору науки, вот он здесь, троечек. То есть можете пересчитать, у некоторых это двоечка, вроде бы формула правдоподобная, будем ей пользоваться. Так, этот же товарищ, он у меня в городе заносил ресурсы, а конкретно вот эти вот комплектующие для постройки всяких энергетических деталей, но к этому мы еще вернемся чуть попозже. Сейчас я хочу этим колонистам пойти вот сюда и что-нибудь дальше разведывать. По дороге не буду им останавливаться нигде, так что давайте напролом прям вот так вот идти. Остальные пока что сидят в городе, ну кроме вот этой вот дамочки. Она здесь собирала только что тоже комплектующие, у нее много их в инвентаре, но пока что я возвращаться ей не буду. Поэтому давайте обратно на карту. Дни до катастрофы столько-то, но смотрите, хранение энергии вроде как быстро набирается достаточно. Надеюсь, что на время катастрофы, да, она там будет длиться день или два, нам на поддержание госпиталя, чисто на всякий случай, этой электроэнергии должно хватить. А экологическую станцию я пока в принципе включать не буду, в этом нет никакого смысла, давайте людей тоже снимем отсюда. Потом я обратно их верну, и они дальше будут расчищать отходы. Кстати, да, я ее тоже-то поставил на стриме, мы расчистили уже отходы здесь, в этой зоне. Вот тут расчистились отходы, кстати, да, нужно тут тропинку теперь сделать. Тропиночка новая открылась, мажорная такая вот крутая, с камнем, очень красивая. Еще специалисты готовы. Кто? Ага, ты. Нападать не ли ей на лагерь? Не знаю, слишком большая, по-моему, атака и защита. Может быть. С другой стороны, у него может быть что-то полезное, и пока я еще недалеко от города, так что подхилится. Давайте все-таки попробуем напасть и подраться. Может быть здесь наука будет, а это в первую очередь самое нужное. Ничего я ему не нанес. Да и он мне, по-моему, тоже... Нет, он мне нанес 14 хп. Что-то поменялось, по-моему, раньше я уже видел до начала боя его исход. По-моему, пофиксили этот момент, это приятно. Разработчики, респект, что-то вы делаете. Все-таки я подозреваю, что это было изменено именно в каком-то из обновлений. А может быть, просто повезло мне на этот раз? Так, давайте, пока люди ничем не занимаются, тут дальше усовершенствовать тропы вот эти, которые уже 100% у нас будут на постоянной основе в городе использоваться. Они бесплатны, просто поверх старых накладываются, и все. Пока в городе ничего не строится, пока я только накапливаю ресурсы. Почему ничего не строится? Потому что все равно магнитная буря скоро, и все постройки, которые я бы хотел построить, они требуют электричества. А зачем их строить, если... Ну, в общем, вы поняли. Так, здесь у меня две солнечных панели есть, и, к сожалению, они вот сюда именно не влезут, и тут еще и поле стоит. Я думаю, что я одно маленькое вот это поле отсюда, в принципе, уберу, даже оба, и заменю эти маленькие поля на одно большое или на среднее. Потому что все равно они неэффективны в таком виде, в котором они есть сейчас, поэтому просто эти я уберу, построю какие-нибудь другие поля. Тут зона, видите, хорошая такая, зелененькая, как надо. Тут тоже, но ничего страшного. Немного я лишнего тут заиспользовал, но это не страшно. Опять же, склады чуть-чуть переполняются, но у нас их два, так что пока вроде бы проблем нет. Пока они... О, а тут все собрали уже. Ну-ка, а здесь собрали ли все? Нет, здесь еще собирают. Отлично. Значит, здесь нужно поменять сбор. Ух, я уже и не знаю, где ставить. Скоро мы уже всю карту тут насобираем. Так, те вон там собирают эти... О, вот здесь. Это, по-моему, достаточно близко. Здесь у нас есть и бетон, и доски. У нас и того, и другого хватает, но... Как бы так его поставить, чтобы... Хм... Ладно, давайте вот эту кучку мы потом соберем вместе, да, с вот этими. А вот эту я сейчас так назначу. Да, нормально получается. И все, это, считайте, уже практически весь наш бетон до конца игры, но не считая того, что есть на карте. Вот так вот, друзья. То есть ресурсы заканчиваются очень быстро, это то, о чем я хотел с вами поговорить. По сути, эта игра, она достаточно конечная идет. Да, тут есть бартер, можно обмениваться ресурсами, периодически люди приходят. Скажем, заеду, да, и да, это конечный ресурс, который хорошо возобновляемый в этой игре. Поэтому можно, скажем, им торговать. Но хотелось бы еще семян побольше насобирать. В общем, у нас есть с этим небольшие проблемки. Так, эти поля. Давайте я, наверное, буду... Выращивается. Нет, давайте разобрать, пока тут одна единица. Здесь я соберу, чтобы эти поля уже полностью переделывать. Все, ух, как быстро вы его убрали, а? Ну да, там же ничего особо выращено не было. Так, эту дорогу я убираю, все равно мне предстоит переделать. Да, они же не только по дорогам ходят. Предстоит переделать ее на улучшенную, так что пока я вот убрал. Смотрите, сколько деревьев уже насадил дом лесничего. Круто. И да, многие спрашивали на стриме, я на всякий случай еще тут отвечу. У нас есть сейчас тут в городе ребятки, которые со звездочками. Это наши специалисты. Вот, видите, такая же звездочка. И что интересно, у них есть такой вот навык лидерства. И этот навык лидерства, он влияет на эффективность в колонии. То есть пока герой находится в колонии, она работает намного эффективней. То есть мы быстрее строим, мы быстрее ресурсы добываем и так далее. И поэтому вот в идеале вообще бы найти героя, у которого вот этот параметр самый большой, а в основном он бестолковый, например. И, скажем, стоять им в городе постоянно, а другими ходить собирать ресурсы. Таким образом, эффективность нашей колонии будет максимальной. Блин, еще бы вот этих поуничтожать бандитов. Но у меня... А вот этот, кстати, такой недобитый, да, чуть-чуть? Я сейчас их вернусь, буду добивать. И ты еще можешь ходить. Давайте. Но вот эти ресурсы мне не нужны. Это такие развлекательные. Можно разве что бандиту вломить, просто пробегая мимо. За счет высокой огневой мощи. Может быть, мы так с вами и поступим. Оп-оп-оп, что это такое? Это означает, что станция по переработке закончила свою работу. Хорошо, давайте перемещать. Что за станции по переработке? Они собирают пластик, и с пластиком мы получаем волокно и непосредственно пластик. Так, ну вот тут кучки есть. На самом деле кучек хватает. Пластиковых. Это меня радует. Но давайте с вот этой начнем. Еще специалисты готовы. О, это наша девушка. Так, ну, давайте еще попробую, но чувствую. О, нормально. Если мы продолжим в таком духе, то может быть я даже доживу. Но это риск. Это риск, да, потому что следующим же ударом он может меня прихлопнуть. И поэтому, наверное, я вернусь ей в город и тоже буду отхиливаться. К сожалению, так, друзья. Не все так хорошо, как хотелось бы. Так, здесь тоже собрали, да? Лом. Это металл наш. Ну, тут, кстати, недалеко кучки есть. Сейчас я еще осмотрюсь. Жалко, нельзя еще дальше отдалить. Я думаю, что рано или поздно сделают модификацию на это, как это было сделано. В Surviving Mars, если вы помните, там тоже. Хотя разработчики разные, но ошибки те же самые. Там тоже долгое время нельзя было близко приближать. Простите за тавтологию. И нельзя было отдалять. Очень далеко. И потом кто-то выложил мод на то, чтобы это можно было делать. Почему-то разработчики упорно очень не хотят этого делать. Но благо есть люди, которые помогают. Детей 8 из 8 в школе. Все, скоро начнется магнитная буря. Но я к ней готов. У меня запасено тысяча энергии. Этого должно на самом деле мне хватить на какое-то время. Не знаю, надолго ли. И, кстати, возможно, уже скоро люди будут сдыхать. Давайте поставим себе могильщика. Или гробовщика. Как правильно. Так, вы собираете? Да, собирают. Почему я так не парюсь особо насчет тех полей? Потому что у меня вот два есть. По картофелю и по кукурузе. Тут, кстати, еще и сбор идет. И, в принципе, по еде у нас плюс неплохой. Вот здесь склад пищи. Подождите-ка, где все? А где вы храните всю? Весь смешанный рацион. Неужели у нас так много? Прикиньте, они наварили 146 супов. А что мы так много мяса добываем? Что у нас прям оно покрывает полностью все запасы? Травма. Ну, красавчик, что тут сказать. Давайте добавим одного лекаря, чтобы быстрее полечили. В случае чего. Хотя у нас тут еще в палатке есть. Знаете, я заметил, что госпиталь лечит очень быстро. И по факту он круто заменяет собой палатку. Однако я ее сносить не буду, потому что она не требует электричества. И в случае чего она реально решает многие вопросы. Я только уберу отсюда одного врача, просто чтобы лишние колонисты у нас не пропадали. Вот тут есть кому, чтобы было кому строить разные построечки. Постепенно мы с вами будем все украшать. Как здесь, на акустике, например. Чтобы все было звонко, четко и по красоте. Ноль дней до катастрофы. Давайте немного ускорю игру. О, и сразу же началась магнитная буря. Сейчас мы с вами будем смотреть. По идее, должны загораться те постройки, которые требуют электричества. А выработка электричества, в свою очередь, должна будет, да, пойти в минус. Вот эта постройка может загореться. И госпиталь может загореться, но его я не буду выключать. По понятной причине. Так, давайте поговорим с этими друзьями. Да, разрешить. Разведчики наконец-то вернулись с пустыми руками. Лодка утонула. Ну, зато никто, ни с кем ничего не случилось. Специалисты готовы к работе. О, это эти, отхилились. Хорошо. Причем вот можем их посмотреть. Скажем, вот огнева... Нет, давайте по-другому. Лидерство 1. Сейчас мы найдем самого такого крутого лидера у себя. Лидерство 1. 1, 2. Ну, да, тут на самом деле такой себе вопрос. Ну, вот смотрите, да, вот это интересно. Он очень крутой исследователь вот этот. У него очень много он ходит. Плюс 5 бонус. И при этом слабая огневая мощь. То есть вот это прям герой неплохой. Очень. Я бы вот этим выдвинулся куда-то вдаль. Ну, а этого хорошая... Короче, ладно. Сейчас мы с вами распределим. Значит, ты. У тебя хорошая огневая мощь. Ты идешь добивать этого. Дальше ты. У тебя хорошие навыки исследований. Поэтому ты идешь вот сюда. Ну, игра, ну как же так? То ты пускаешь, то ты не пускаешь. Все, будем вот так вот их распределять. Кого-то на разведку, кого-то на сбор. И, думаю, будет прекрасно. Интересно, чем закончится эта магнитная буря. Эта должна быть уже куда более опасной. Смотрите, у нас не работают солнечные панели. У нас вот батареечка отдает энергию. Минус 4. Но этого хватит до конца бури. Вообще без проблем. А потом я уже включу экологическую станцию. Кстати, интересно, отключенные постройки тоже могут загораться или нет? И вообще не факт, что молния попадет по этому госпиталю. Но если что, мы его попробуем починить. Там у нас недалеко водонапорка и этот колодец. Еще готов выходить. Это хорошо. Давайте добегать до науки. Есть. А тобой побегу обратно в город. Хм. Я никак не могу понять алгоритм, по которому решается, будет ли персонаж двигать, когда ему надо двигать, и когда не будет. Нужны ли мне эти ресурсы? Стоит ли тратить на него вообще ход? На обратном пути, если что, если нужны, будут повоюем. Тут, в конце концов, дорог немного. Металл. Но угроза 100%. И понимаете, в чем прикол? Мне писали, что если три черепка, то тут есть риск, вернее, даже не риск, а почти со стопроцентной вероятностью погибнет наш персонаж. Правда, 33% угрозы, опасность, что... Вот тут странная ситуация, смотрите, да, немного. Обратите внимание, что вот опасность 33% под черепками написано. И причем она везде 33%. А нет, вот смотрите, опасность 67%. Получается так. Давайте я вам, наверное, объясню, как это высчитывается. Количество черепков – это урон, который может получить персонаж. А опасность – это вероятность, которой он может этот урон получить. Я думаю, что это именно так. То есть мы можем рискнуть собрать металл, но... Я, наверное, не стану этого делать. Это слишком... Слишком опасно. Так, что там у нас? Пока что никто не лечится. Ну и ладно. В принципе, во время магнитной бури люди бы вроде бы как не заболевают, хотя обычно там голова начинает болеть, по крайней мере, должна. И от этого уж точно тоже должны лечить. Вон, кстати, у нас антибиотики теперь 9 штук есть. И что интересно, они суммируются с лекарствами. И это немного может запутать, если честно. Я бы хотел, чтобы они этот пункт разделили. Но он не делится. Хочу тут лес полностью вот этот вот елочками тут рассадить. И они там и останутся, я их не буду трогать. Так и оставим. Так, вы. Сбор. Возделывание. Не-не-не-не-не. Можно высаживать. А, все. Не, разобрать это поле тоже. Будем полностью тут менять конфигурацию всех этих полей. И давайте новые теперь ставить. Ничего страшного, что у нас тут. Гроза. Так, можно. Поле, причем к нему с любой стороны можно подойти. Это интересная его особенность. Но я его поставлю так, чтобы можно было... Чтобы оно охватывало как можно больше зеленой зоны. Ууу. Прямо по этому месту ударила молния. Риоритет пока не ставлю. Ууу. Давайте срочно ремонтировать. Кстати, ремонтируется она за счет пластика. Это неплохо. Слава богу, не металлом и не чем-то остальным. Так, чинит, не чинит. Если еще раз попадет, то еще и не хватало, чтобы госпиталь сгорел. Он дорогой очень. Чинит. Давай, друг. Если еще раз попадет, это будет уже сильное попадание по нему. О, один, все, зараженный есть, 66%. Лечение. Да, нормально. Но мне нужно, чтобы госпиталь восстанавливали. Почему он не восстанавливается? Почему прочность до сих пор 66? Закончилась, кстати говоря, буря. Это неплохо. Сколько в батарее осталось заряда, интересно? 960. Ну, как бы надолго хватает. По экологической тоже попало. И это прям печально, я вам скажу. Потому что она уже ремонтируется дорого. А сколько новую стоит построить? Что-то 10. Не, ну ладно, ремонтируем. Это важно. И восстанавливаем. Ставлю обратно людей. Пусть работает здесь. Мои ребятки ходить. Кстати, у всех восстановились ходы. Это хорошо, синхронизировались теперь. И иду я дальше воевать. Я вот думаю, наверное, заберу еще одежду на обратном пути. Потому что одежды чего-то у меня не хватает в городе. По крайней мере, так, чуть-чуть не хватает. Людей стало сильно много уже. Давай, беги сюда. И тобой. Металл не собираю, еще раз скажу. Потому что очень большой риск. Мне не надо сейчас терять людишек. Торговый центр. Ну, опять бесполезная какая-то штука. Но тут зато есть куда пройти. И тут есть куда пройти. Все. Нет, подождите. Не все, не все. Вот еще один. Им я хотел побежать вот сюда. Разведывать территорию. Воевать я им не буду. У него малая огневая мощь и защита. Это не тот. Персонаж, которым стоит воевать. Вроде бы началось восстановление. Да, все хорошо. Угу. Поле тоже есть. Ставят. Наконец-то будет все нормально. Дальше тропиночка. Хорошая такая, модная. Здесь не проложить. Здесь проложить. К полю прямо, да. А здесь я ставил немного зазора. Не знаю. Может быть, тут поставлю еще колодцы. Может быть, что-то еще. Но тут я специально сделал именно две клетки отступа. И еще и для того я это сделал. Чтобы можно было вот так за домиком тут тоже дорожку провести. Чтобы они зигзагами не ходили безумными. Ну, типа вот так. Все. Так вот и оставим. Это у меня, кстати, лачуга. В ней люди могут размножаться. И дети у меня, что интересно, рождаются. Я-то думал, что нет. На самом деле, да. Что-то лысеет тут уже, да. Вся территория вокруг. Деревья, конечно, вышибают здорово. Кроличий сезон. Да, давайте отпустить дичь плюс 16. На ровном месте, смотрите. Круто. Круто. Раньше что-то они в начале игры, по-моему, сильнее страдали. Да, здесь я хочу видеть кукурузу. К сожалению, других семян у меня пока что нет. И да, аптечек вроде бы ни одной не использовали. Пока это приятно. Немного перегруж... О, и склад уже перегружен, да? Сто процентов уже на складе. И, видимо, люди из-за этого работать пока не будут. Ну, подождем, пока оттуда расхватают ресурсы. У меня запасик такой хороший есть. И потом я построю еще один склад. Кстати говоря, по поводу складов. Вот у меня и был надежный. Новых пока не добавилось. А добавится ли в будущем? Сохранение знаний. Библиотека. Посмотрим, что она дает. Пока непонятно. Это арена и развлечения. Все, больше складов не будет. То есть есть защищенный склад, на котором хранится все. Да, я вижу, что скалы оба. Нет, тут еще 86. Еще можно. Еще можно приносить. Но, наверное, еще один склад мне пригодится. Они же не должны работать пока там. Они перегружены, правильно? Пока запас ресурсов есть, то ничего страшного. Пусть занимается чем-то полезным. Да, тут тоже такой отступ получился. Но пусть он здесь будет. И я предлагаю, пока у нас есть такая возможность, строить дальше домики. Причем у нас их несколько. А теперь есть вариантов. Мы можем построить коммунальное жилье, которое вмещает в себе 8 человек, 25 бревен, 14 металла, 12 бетона. И намного дороже, практически в два раза, ну в полтора, тоже двухэтажный дом. В чем разница? Двухэтажный дом лучше защищает колонистов от всяких проблем. Но в нем быстрее начинают рождаться дети. Это первый момент. И второй, он лучше защищает, ну и как бы вот, и он комфортней. И это топчик, насколько я могу понять. Вот не знаю, хочу ли я его или нет, но давайте просто хотя бы один мы сделаем. А вот тут за школой я бы хотел его видеть. И, наверное, так, без отступа, абсолютно. И тут еще остается для чего-то место, возможно, сделаем там солнечные панели. Специалисты готовы к работе, все. Наконец-то возвращаюсь к науке. За два хода мы это соберем все. Эх, ну, в следующий раз взорваться я не должен. Так ты, иди атакуй. Неплохой урон. А по мне ничего. Отлично. Так ты, иди доходишь сюда. Да, доходит. Давайте только вот сюда встанем. И разведаем, что здесь. Это неплохо, кстати. Радиостанция, это очень даже хорошо. Я соберу и к тому же безопасности. Это и возвращаюсь в город. Так, тобой же дальше продолжаю исследовать, потому что тут мне тоже ловить нечего. О, наука. Хорошо, отлично. Сейчас мы опять, значит, дальше будем прокачиваться очень быстро. Это меня радует. Поставлю чуть больше приоритет на этот домик, чтобы мы уже успели, по крайней мере, до конца этой серии посмотреть, что он из себя представляет. По поводу складов 88. Немножко они опустили уже. Мы ресурсы все-таки на домик забрали. Унесли. Так, эти друзья у нас собирают, да, активно. Работает нормально, да, расчищают вот эти вот загрязнения. Это для меня очень важно, особенно здесь. Тут, как вы видите, очень много загрязнений именно возле моего поселения, поэтому важно их убрать. Так, а что это? А, это зараженный колонист. Все нормально. Нам бы еще поставить несколько солнечных панелей. Или же вообще большой ветряк. Мы уже полностью все по энергетике открыли, и есть небольшая проблема на самом деле с панелями, с этими, с ветряками. То, что по факту одна большая солнечная панель, она нам намного дороже обходится, чем одна маленькая солнечная панель. Почему так, я не догоняю. Ну, с точки зрения вот этих компонентов, то оно как бы дешевле, конечно же. Но с точки зрения всех остальных ресурсов, оно дороже. Я, для меня загадкой остается, почему так сделано. Опять взрыв, ну что ж такое, вероятность-то небольшая была. Ну ладно. Такова жизнь, зато мы собрали полностью все. Думаю, еще за один ход я этого добью. Дружбана, точно. Так, давай ты теперь. Буду ли я собирать это в самом начале? Наверное, буду. Сразу соберу. За три хода можно собрать и потом уже думать, что с этими ресурсами делать. Это лучше, чем потом, когда они понадобятся, резко бежать и искать их. Ну и тут идем собирать науку. Круто. Е120, у нас теперь 560 науки. Это невероятно круто. Здесь пока мы все строим, а я вам покажу, что мне доступно теперь для открывания. 560 мы можем построить источники белка, защищенные семена, и даже после этого у нас... Не, у нас уже не хватит. По колонии можем построить сохранение знаний или же арену. И по исследованию можем сделать бартер и даже прогноз катастроф. Это я вам намекаю на то, что вы сможете мне подсказать, как, по вашему мнению, куда лучше направиться. В какую сторону? А что, я не походил? В какую сторону лучше развиваться? Хотя, конечно же, у нас в любом случае хватит на все, потому что науки я еще насобираю за следующие хода тоже. Собраны все на мысли. Ядерные... Ну так хорошо, что мне об этом сообщать? Собирайте. Тут еще вот две кучи огромных есть. О, новый специалист. Лидерство 1, исследование 3, огневая мощь 1, наука 5. Наука 5. Друзья мои, это неплохо. 9 колонистов и трое детей. Я это принимаю, у меня на них мест хватает. Ну или, может быть, почти хватает. У меня просто тут несколько домиков наперед уже было построено, и сейчас я заканчиваю как раз еще даже двухэтажный дом и еще что-то. Семена пшеницы, отлично, конечно. Братская любовь, к вашим воротам подходят двое мужчин, один из них практически повис на другом. Он еле идет, ему совершенно точно очень плохо. Нам нужно лекарство, пожалуйста, помогите. Долго он не протянет. Он угодил в ловушку, и кажется, дела его совсем худо. В отчаянии кричит вам один из мужчин, не давая своему спутнику упасть. Конечно, дать им лекарство. Отлично, семена пшеницы. Готово. Давайте попробуем эту пшеницу теперь поворащивать на вот этом поле, например. Я не знаю, что с нее выйдет, что мы из нее будем готовить, но это однозначно очень интересно. Так, ну что, вы закончите вообще сегодня это или нет? Да, и новый специалист, который может собирать науку, похожий на Эйнштейна какого-то на минималках, его я направлю... Хм... Хороший вопрос, куда его направить. Давайте вот куда-то в эту сторону, на разведку. Ну, потому что науку мы и так уже где-то собираем повсюду. Так, в разные стороны разойдемся. Тут его держать нет смысла, у него лидерство один, поэтому как-то так. Может быть, еще потом, когда добавится. Кстати, бездомных нет в итоге. Даже сейчас нет, этот дом я уже про запас строю. И это очень круто. Почти достроили, очень хочется на него посмотреть. Все, он готов. Вот такой вот интересный двухэтажный домик с кондиционером. А что он электричество жрет, что ли? Нет, не жрет. Хм, ладно, хорошо. С кондиционером, так с кондиционером. Ну, вроде бы цель, поставленная на эту серию, была достигнута, так что эту серию мы будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Особая благодарность отправляется тем, кто поддерживает канал на системе Patreon. Если кто желает присоединиться, ссылочка будет в описании под этой серией. Также там будет ссылочка на группу ВКонтакте и сервер Дискорда, где мы тоже очень часто общаемся. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои пожелания, комментарии, и увидимся в следующей серии.